ебой это что новое видео на канале где не было видосов 7 лет спокойно сейчас все объясню поехали всем привет меня зовут игорь я играю открытый китайский покер сегодня будет очень коротенький видос возможно даже это послужит началом целой серии новых видео где мы будем разбирать неочевидные раздачи и так раздача она вот у вас на экране собственно нам приходит валет 65 мы вот в такой ситуации что здесь сделать я когда разбирал эту раздачу я сначала даже не понял ну не хотел за нее цепляться я в ней не видел ничего не очевидного и я сыграл очень просто я поставил валет на посмотрел на аут и 6 заиграна 5 полностью живая поставил пятерку и продолжил играть потом когда я пересматривал свои раздачи я тоже сначала пропустил и никакого внимания нет на этом не акцентировал но потом я понял здесь у нас не только флэш и сначала я не обратил внимание на стрит то есть да я был такого было бы здорово если здесь пришла нам зеленая пятерка да на с да это классно было бы ну и у нас очень много аутов на обычный флэш и про стрит я вообще не думал что у нас получается если мы ставим сюда пятерку абсолютно живая в хедзапе чаще 3 максе реже у вас бывали ситуации когда абсолютно живые даже флэш и вам не доезжали вы не могли закрыть и эти флэш и что если здесь в этой раздаче будет точно такая же ситуация нам просто не будут раздавать флэш и тогда нам нужно будет закрывать стрит если мы ставим пятерку сюда у нас получаются общие аута пересекающиеся которые нам нужны нам нужна пятерка как сюда так и вниз что делать по моему теперь когда мы это все разобрали очевидно что надо ставить сюда шестерку этим самым мы конечно будем в мид ловить на один аут поменьше но при этом у нас снизу на стрит будет еще два живых аута то есть плюс два аута живых в мид и плюс два аута на стрит почему два аута потому что зеленая пятерка нам дает сф и я ее не считаю мы здесь рассматриваем чисто на на стрит и в итоге если мы играем шестерку да на один аут поменьше да флэш скорее всего закроется но при этом у нас получается очень хорошая и динамичная рука когда мы можем в любой момент переобуться если нам приходит какая-то пятерочка на последнем раунде или на предпоследней улице мы просто ее бахаем сюда и все я много раз говорил как важно работать над своей игрой поэтому не забивайте на это постоянно работаете и дай вам бог до новых встреч и пока пока